Слава Богу! Всем доброе утро! Че доброго дня! Всем добрый день! Всех приветствую! Кто-то еще подъезжает, подходит, кто-то еще по обыкновению опаздывает. Такое бывает. Напишите в Фейнбуке. У каждого свое обыкновение. У кого-то такое. Вот поэтому несколько минут мы поговорим. Перед тем мы будем прославлять Бога, перед тем мы будем поклоняться Богу. Я хочу, чтобы мы открыли Библию. Библия. 123 Псалом. Мы знаем, что мы, как верующие, как христиане, все, что мы делаем в церкви, должны основывать на Священном Писании, на Слове Божьем. Библия – это послание Бога к людям. Библия – это послание… Это был ты. Я понял. Бога к людям. Библия, как Священное Писание, как Слово Божье, учит нас, что есть церковь. Можно сказать, аминцы. Откуда мы знаем, что есть церковь? Откуда научиться, что есть церковь? Для этого есть послание Божье к людям, которое мы называем Библией. И она говорит, что есть церковь. Дальше. Тут же в Библии Бог нам говорит, как вести себя в церкви. У нас у каждого может быть свое представление, как вести себя в церкви. Но есть послание Бога к людям, которые учат нас, как вести себя в церкви. Каждый из нас может иметь свое представление, как поклоняться Богу. Так или нет? Как прославлять Богу? У каждого может быть свое представление. Как молиться Богу? У каждого может быть свое представление. Но у нас есть послание, которое Бог дал в мир. Поэтому, если мы хотим быть угодными Богу, слушайте внимательно, если мы хотим действительно, действительно, искренне быть угодными Богу, мы должны почитать Его Слово. Мы должны почитать Библию. Мы должны Библию сделать основанием для своей жизни и для своего служения Богу. Аминь. Аминь. И вот, книга Псаломов, 123-й Псалом. Давид говорит, или поет, если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душой нашей, прошли бы над душой нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловища, сети растопнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. 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 Послушай, есть Тот, кто сотворил небо и землю. Ты веришь в это вообще? Ты веришь в Бог? Он сотворил небо и землю. Слышите, Он сотворил небо и землю. И вот Он является помощью твоей. Благословен Господь. Благословен Господь. Слушай, если Бог помогает тебе жить, если Бог участник твоей жизни, если Бог за тебя, если Бог твой Отец, если Бог защита твоя, если Бог надежда твоя, если Бог основание жизни твоей, то какая разница, кто и что против тебя восстает? Аминь. 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 Но весь мир может восстать против тебя. Весь духовный мир может восстать против тебя. Ты должен знать только одно и быть убежден только в одном. Бог за меня. Аминь. А пред именем Его склоняется всякое колено небесным, земным и преисподним. Аминь. Кто может восстать против Бога? Кто может противостоять Ему? Апостол Павел учит нас, что Иисус спустился в ад и подверг позору все силы ада. Подверг позору самого дьявола. Но это говорит апостол Павел, это не я придумал. Аминь. Аминь. А слово Божие говорит, тот же апостол Павел в Риме на 8 главе, говорит, что мы с вами, если ты рожден от Бога, мы с вами являемся наследниками Божьими. Аминь. Вот над этой фразой можно размочлять неделю. Я наследник Божий, я наследник Божий. Смотри, через неделю начнешь верить. Аминь. Но там же апостол Павел говорит, мы сонаследники самому Иисусу Христу. Аминь. Фу. Фу. Слушай, вот ты хочешь в это верить, хочешь нет, но Бог сказал, что ты с Ним в сонаследие. У самого Христа. Ты сам наследник самого Иисуса Христа Кто-то может спросить А какое наследие у Иисуса Христа Ну подумай над этим еще неделю Поразмышляй над этим Какое же наследие у Иисуса Христа И вот когда ты хотя бы начнешь Немножко понимать какое у него наследие Пускай придет следующее откровение Я сам наследник И тебя уже никто не остановит Тогда тебя уже никто не остановит Когда придет это осознание Друзья мои, братья и сестры У нас не за что славить Бога Вселенной А кто-то может спросить А как же Его славить? Как славить Бога Творца Вселенной? Это ты сказал? Или это Библия? Мы говорим, что Библия является основанием Для всего христианства А что говорит Библия? Как надо вклинить во врата? 99-й псалом Кто-нибудь открой 99-й псалом 99-й псалом Открой ты Как мы входим во врата? Со славословием Как мы входим в присутствие Божьей? 99-й псалом С восклицанием Громоглазом Аминь Почему? Да потому что ты есть наследник Божий Да потому что ты есть наследник Самому Иисусу Христу Чего тебе печалится? Аминь Чего ты боишься в этой жизни? Что может сделать тебе человек Если Бог за тебя? Аминь Аминь Слушайте Будьте самими собой Не стесняйтесь никого и ничего Какая разница Кто о тебе думает Что о тебе думает Рядом стоящий? Из Бога не писал Ему Достойно сегодня Вас дать всю славу Честь и хвалу Аллилуйя Славим тебя Господь Отец Мы благодарим тебя За ту благодать и милость Которую ты даровал нам В имени Господа нашего Иисуса Христа Отче Мы благодарим тебя Господь За что ты перевел нас Из смерти в жизнь Ты дал нам жизнь вечную Наши имена Записаны в книгу жизни Альца Это есть благодать твоя Которая была дарована нам Через крест колгофы Через жертву Смерть И воскресение Иисуса Христа Славим тебя И прославляем тебя сегодня На этом месте По имени Иисуса Христа Аллилуйя 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 Моя душа Славляне